Не наступали, а улучшили тактическое положение. В штабе АТО пояснили, как украинская армия оказалась на новых позициях в районе Горловки. Говорят, минские соглашения не нарушали, просто обесопасили себя от дальнейших провокаций противников. Все подробности знает Геннадий Вивденко. По неофициальной информации из наших источников, после долгих провокаций со стороны противника украинские войска перешли в контратаку в районе Светлодарской дуги и вчерашнему вечеру освободили три населенных пункта. В течение недели украинские позиции у поселков Луганское и Троицкое наемники плотно трамбовали огнем из крупнокалиберной артиллерии. Постоянно провоцировали наших армейцев вылазками диверсионных групп. Ведутся обстрелы в основном, это каждодневные обстрелы из миномета калибра 122-го. Ведутся также обстрелы, бывает, из 150-2-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Так что, в принципе, я бы сказал, минские договоренности нарушаются каждый день со стороны России. И, в принципе, мы находимся, вот видите, очень близко к врагу. Идется снайперский бой. Каждый день происходит столкновение с диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются прорываться. В целом, ситуация крайне напряженная. По нашим данным, сведенная штурмовая группа одной из бригад и международного подразделения грузинского легиона перешли в контратаку на участке Троицкое и Луганское. И с боями освободили, в частности, поселки Гладосово и Травневе на областной границе Луганской и Донецкой областей. И самое важное, закрепились на господствующих высотах, с которых оккупанты вели огонь. Эту информацию первым сообщил волонтер Юрий Мысягин. По словам украинских бойцов, в рядах оккупантов сейчас паника и хаос. Вони уже давно сыплются. Мы действуем адекватно. Мы раз соглашение Минского договора. Особенно динам договоренностей говорят и в штабе АТО. Сила антитеррористической операции полностью дотримаются Минских договоренностей. Мы можем укреплять або переобладновать наши оборонные позиции на окремых дилянках фронту. Окремые подраздели могут покращивать тактические положения. Но мова про просувствие вперед сейчас не идет. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.